Тема занятия Тип членистоногии На латыни называется Артропода Класс паукообразные На латыни Арахноиде Клещи на латыни Окарина Возбудители и переносчики заболеваний человека Много из встречающихся в нашей повседневной жизни членистоногих Являются экто- или эндопаразитами Помимо прочего, стоит не забывать Что членистоногие Как вам уже известно из предыдущих занятий Являются либо специфическими Либо механическими переносчиками Инвазионных форм возбудителей и заболеваний Как паразитарных, так и вирусных и бактериальных Стоит не забывать Что членистоногие Также могут быть и промежуточным звеном В жизненном цикле возбудителей Как гельминтозов Так и возбудителей протозойных заболеваний Помимо всего Выше озвученного Немаловажное медицинское значение Имеют ядовитые членистоногие Все это мы с вами сегодня озвучим и проработаем Общий план строения членистоногих Внешнее строение и покровы Членистоногие Это билатерально симметричные животные Они имеют сегментированное тело И членистые конечности Откуда собственно и происходит их название Членистоногие Такие конечности еще называют Конечностями рычажного типа Наружный покров членистоногих пропитан Особым органическим веществом Хитином Он защищает тело И выполняет функцию наружного скелета Панциря Изнутри к нему прикрепляются мышцы Хитиновый покров слабо растяжим И мешает росту животного Поэтому членистоногие Время от времени линяют Отделы тела членистоногих В теле большинства членистоногих Можно различить три основных отдела Первый Голова На которой находятся основные органы чувств Необходимые для ориентировки в пространстве Глаза и усики А также ротовые органы Второе Грудь На которой расположены ноги А у насекомых и крылья Выполняют функции передвижения Третье Это задний отдел тела Брюшко Взял на себя функцию Пищеварение и размножение У паукообразных и ракообразных Голова и грудь в основном срастаются И образуют голово-грудь У клещей между отделами тела Границ не наблюдается Или они слабо различимы Полость тела членистоногих Полость тела членистоногих Смешанная Она образуется на ранних стадиях развития При слиянии первичной и вторичной полостей Внутреннее строение членистоногих У членистоногих имеются Пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, нервная и половая системы органов Пищеварительная система Пищеварительная система у членистоногих состоит из переднего отдела Рот, глотка, пищевод и желудок Среднего и заднего отделов кишечника Которая заканчивается анальным отверстием В среднем отделе кишечника у паукообразных и насекомых Впадают протоки печени Выделительная система Органы выделительной системы членистоногих различны У класса ракообразные это пара почек Они же зеленые железы Протоки которых открываются у основания усиков У класса паукообразные почки и выделительные трубочки У класса насекомые только выделительные трубочки Они же мальпигиевые сосуды Дыхательная система У водных членистоногих ракообразных Органами дыхания в основном являются жабры У пауков легочные мешки и трахеи Которые сообщаются с внешней средой через дыхательное отверстие У насекомых органами дыхания являются тончайшие дыхательные трубочки Трахеи Кровеносная система Кислород от органов дыхания у большинства членистоногих ко всем органам доставляется кровеносной системой Кровеносная система не замкнутая и состоит из лежащего на спиной стороне тела сердца и отходящих от него кровеносных сосудов Сердце трубчатое и состоит из нескольких камер Нервная система и органы чувств Нервная система членистоногих сходна с нервной системой кольчатых червей Узлового типа Она состоит из окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки Членистоногие ориентируются в пространстве с помощью хорошо развитых органов чувств Органами обоняния и исчезания у членистоногих служат усики и многочисленные волоски на поверхности тела Глаза, как правило, сложные, фасеточные, образованы большим количеством простых глазков Однако существуют и обычные простые глазки, не собранные в фасетки Зрение членистоногих называют мозаичным Изображение предмета складывается из отдельных изображений, воспринимаемых простыми глазками У некоторых членистоногих очень хороший слух Они воспринимают звуковые сигналы тонкими слуховыми волосками Которые расположены на всей поверхности тела И на конечностях Иногда только на конечностях, иногда только на некоторых участках тела Для членистоногих характерно сложное поведение Основанное на инстинктивных действиях Размножение Большинство членистоногих – раздельно полые животные Из отложенных самками оплодотворенных яиц развиваются личинки Которые растут, развиваются и превращаются во взрослых особей Некоторые членистоногие, например пауки, развиваются без стадии личинки Также существуют членистоногие живородящие Развитие членистоногих может происходить двумя путями Либо с полным метаморфозом, либо с неполным метаморфозом Подводя итоги, откуда есть пошли членистоногие То есть их происхождение Многие признаки членистоногих, например членистость тела Брюшная нервная цепочка, наличие кровеносной системы Указывают на их родство скольчатыми червями Происхождение от общих предков примитивных древних малосегментированных червей Вместе с тем членистоногие значительно выше по организации, чем кольчатые черви В процессе длительного исторического развития у них за счет влияния члеников Образовались отделы тела Развились членистые конечности, хитиновый покров, различные органы дыхания Произошло усложнение нервной системы и органов чувств Эти и другие признаки способствовали их процветанию на земле Первоначально членистоногие были водными животными Которые дали начало всему разнообразию современных групп членистоногих Ракообразных, паукообразных и насекомых Значение членистоногих как переносчиков-возбудителей заболеваний человека и животных Больше, чем роль их как паразитов Поскольку вред, наносимый этими болезнями человеку, огромен Болезни, передаваемые через переносчиков членистоногих, называются трансмиссивными Они являются специфическими переносчиками В теле переносчиков возбудитель проходит определенный цикл развития И или размножается, например, малярийный плазмодий в теле комара Также они могут трансавариально передавать возбудителя Например, клещевой энцефалит Трансфазовая передача возбудителя Возбудитель сохраняется и передается от преимагинальной фазы в имаго Опять же, клещи И они также являются активными механическими переносчиками Возбудитель в теле переносчика не развивается и не размножается Например, тараканы и мухи Также стоит упомянуть о том, что один и тот же переносчик Может быть как специфическим, так и механическим переносчиком Яркий пример это комары рода анофилис Которые являются специфическими переносчиками малярии И одновременно механическими переносчиками тулеремии или вирусных инфекций Немаловажную роль в передаче разнообразных смертельно опасных заболеваний Играют клещи